Скажем, что ждет горожан в этот замечательный день? Да, день действительно замечательный, но на мой взгляд это самый важный день, который в истории России будет происходить в течение всего 2015 года. Всегда мероприятия, которые в городе проходят, посвященные празднованию победы Великой Отечественной войны, вызывают большое внимание со стороны горожан. Но самые главные люди, которые оценивают тот труд, который нами с вами совместно делается с точки зрения благоустройства города, организации праздничных мероприятий, это, безусловно, ветераны. К сожалению, с каждым годом количество ветеранов становится все меньше и, может быть, тем важнее и значимее донести историю победы и поселить в сердцах детей это ощущение гордости за свою страну и, безусловно, преемственность, которая должна существовать в нашей стране среди поколений. Главой Чувашской республики Михаил Васильевичем Игнатьевым при старте, начале подготовки всех организационных мероприятий нам была поставлена задача, что каждый ветеран должен быть охвачен вниманием, заботой и все мероприятия, которые будут проходить, должны быть сделаны с душой. Конечно, празднование юбилейной даты, оно отличается от предыдущих лет, и в этом году мы хотим пригласить горожан на такие мероприятия, которые у нас в городе будут проходить впервые. Это 6 мая на площади республики, в 18.00 мы приглашаем всех присоединиться к всероссийской акции «Песнь победы». В 18.00 на площади республики кадеты, ветераны, молодежь, все желающие и все горожане, которые в сердце своем держат гордость за победу нашего народа в Великой Отечественной войне, все вместе мы с вами будем петь песню «День победы». Также уверена, что это мероприятие новое, уверена, что на уровне России мы действительно первые. 6 мая в 10 утра в парке «Победа» пройдет парад «Дошкалят». Около 700 малышей 6 лет, одетые в костюмы родов разных войск, конечно, ВДВшники, конечно, моряки. Сегодня ребятишки тренируются, проходят репетиции. И 6 мая в 10 утра в парке «Победа» состоится парад «Дошкалят». Мероприятие с нашей стороны сначала вызывало сомнение, стоит ли это делать, потому что дети маленькие и так далее. Но когда стали готовиться, когда привлекли к этому родителей, мы поняли, что это настолько важно, когда малыш уже в 6 лет, одевая форму, конечно, он не понимает, что такое была Великая Отечественная война. Но при этом чувство гордости за военную форму, вот это чувство маленького офицера преображает даже 6-летнего мальчишку. Ну а девчонки, мне кажется, они с удовольствием участвуют в этом параде. И что-то в душе, безусловно, от этого они перенесут, и, может быть, кто-то сделает и выберет это как профессию. Следующая акция, которая, я уверена, заслуживает внимания и важно, чтобы все взрослые люди об этом знали, это то, что сегодня записалось 1800 волонтеров-студентов для участия в акции «Урок Победы», который пройдет во всех классах города Чебоксары, абсолютно во всех школах. 1800 студентов придут к нашим школьникам, а их у нас около с вами 45 тысяч, раздадут георгиевские ленты и проведут тот самый «Урок Победы» 8.45 во всех классах. Уверена, что те родители, которые захотят присоединиться, общественные деятели к этому проекту, школы и дети будут рады поприветствовать всех в рамках этого единого урока, который пройдет в нашем городе 8 мая в 8.45 в каждом классе школы города Чебоксары. Несколько лет назад мы с вами проводили митинг-реквиум, посвященный памяти погибших во время Великой Отечественной войны. В этом году, конечно, мы возвращаемся к этой традиции. И 8 мая, где-то в 19.00 в Парке Победы начнется торжественная панихида, которую мы будем организовать вместе с епархией. И вечный огонь на бронетранспортере будет доставлен с Парка Победы к монументу матери, где в вечернее время, 8 мая, около 20.00, будет грандиозная театрализация. Режиссер это наш, ну скажем уже наш режиссер, это академик Алексеев, с которым мы вместе с вами делали и открытие форума, и сельские игры. Я бы сказала, это друг нашей республики, нашего города. Сегодня в театрализации задействованы хоровые коллективы, наши ребятишки, известнейшие актеры Чувашской республики. И, безусловно, это дань памяти ветеранам, которых мы всех пригласим принять участие в этом митинге-реквиуме. Это будет грандиозная театрализация около монумента матери 8 мая в 20.00. Конечно, хочется пригласить горожан вместе с детьми, потому что посещение подобных мероприятий трогает душу и важно для детей, для того, чтобы доброе, важное, безусловно, осталось с точки зрения патриотического воспитания нашего молодого поколения. Ну и, конечно, та самая дань уважения ветеранам, которые живы, которых мы чтим и бережем. 9 мая основные мероприятия в городе Чебоксары, конечно, начнутся с возложения цветов к монументу славы. В 10 утра в парке Победа седовластые ветераны той войны, общественные организации, наши горожане. Все вместе мы пройдем и возложим цветы, и состоится минута молчания, минута скорби, когда каждому россиянину есть вспомнить кого. Потому что нет в России той семьи, где не воевали прадеды, деды. И это традиция нашего города. В 10 утра в парке Победа ждем всех для того, чтобы присоединиться к возложению цветов к монументу славы. В 12.00 на этом месте, на Красной площади, раздадутся позывные, с которых начнется парад военной техники, парад нашего гарнизона Чебоксарского. В этом году парад или прохождение сегодня Чебоксарского гарнизонной военной техники будет дополнен элементами театрализации. По Красной площади прогорцуют казаки под песню «Едут-едут наши казаки». С клуба исторической реконструкции сделают свои театрализованные представления. Но также новое и важное, что именно в этот самый кульминационный момент, во время которого будут проходить основные мероприятия, как присоединиться также и «Бессмертный полк». В 11.00 все, кто с портретами своих дедов, родственников, примет решение принять участие, собираются на площади республики. И после прохождения военной техники все пройдут также по площади республики с портретами, с ветеранами. И это та дань памяти, которой мы завершим торжественное прохождение и та самая кульминационная минута во время мероприятий, посвященных празднованию Дню Победы в Великой Отечественной войне. В течение всего дня, конечно, на Красной площади будут работать площадки. Наши студенты, волонтеры и молодежь под звуки духового оркестра с удовольствием будут приглашать ветеранов. И, вы знаете, это замечательная традиция, когда на Красной площади у нас с вами вальсируют пары, ветераны в орденах, девчонки с георгиевскими ленточками. Это настолько важная традиция. И, наверное, она наполнена такой добротой и вниманием со стороны горожан, что мы эту традицию и увеличиваем, и, конечно, сохраняем в праздновании 70-летия. Полевая кухня на Красной площади, безусловно, будет организована для всех ветеранов. И после просмотра прохождения сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники, наши ветераны пройдут на полевую кухню, где выпьют свои боевые 100 грамм и отпразднуют в своем кругу самый великий праздник, который есть в России, в Чувашии, в Чебоксарах. Это 70-летие Победы. Ну а вечером, после всех концертов, которые будут проходить на этой площади, в 22.00 небо над Чебоксарским заливом озарит салют Победы. При подготовке салюта, конечно, мы попросили организаторов учесть значимость, масштабность, такой классический подход, именно такой, каким был салют Победы, когда вся страна праздновала эту Победу 70 лет назад. Хочется пригласить всех принять участие в основных мероприятиях, которые будут проходить в городе Чебоксары, еще раз повторюсь, мы приглашаем всех вместе спеть песню «День Победы» на площади Республики в 18.00 6 мая, в 10 утра в Парке Победа, 6 мая поддержать наших малышей, которые впервые пройдут с дружным строем в рамках парада «Дошколят», 8 мая принять участие в важном, в грандиозном мероприятии, в концерте около монумента матери, и 9 мая возложить святы в 10 утра к памятнику, к монументу славы, и в 12.00 здесь, на Красной площади, принять участие в просмотре прохождения военной техники, прохождения парада нашего Чебоксарского гарнизона. Ну и в течение дня разделить вместе с ветеранами, вместе с молодежью то волнующее чувство, которое, безусловно, будет охватывать всех. Для нас мы уверены, что все мероприятия пройдут так, и главное, акцент, чтобы мы всегда с вами помнили и наши дети знали, что Победа всегда будет за нами. Спасибо. Вопросы? Еще чуть-чуть постой долго. Конечно. А вот эта гвардия, она не поправляется чуть ли прямо? Да, конечно, поправляется. А между салютом и шествием, между колоннами, какая-то концертная программа? Не поняла? Вопросы? Где? Ну, парад идет. Парад. После парада. Конечно. Ровно на Красной площади до конца дня. Сегодня и филармония, и театр, все артисты подготовили свои программы, посвященные, да, с песнями военных лет. Но сегодня репертуар песен Дня Победы, он настолько многообразен. Ну как, синий платочек, да, и так далее. Мы все эти песни знаем, приглашаем всех петь вместе с нашими артистами. В течение всего вечера до 20.00 на главном сценическом комплексе, конечно, будет проходить грандиозная программа, которую делают и дарят нашим горожанам, наши с вами артисты. Еще, еще, еще. И когда началась подготовка к празднику? На сколько времени? Когда началась подготовка к празднику с сединой на висках, со слезами на глазах? Ну, я думаю. Но в течение всего года, это же, вот, колоссальный объем тренировки. Тренировки, вот они вот уже начались. А это уже финишная прямая. Это же сценарии, концепции, репетиции. В течение всей этой недели мы с вами будем репетиции делать. И расставлять ответственных. Это же огромный механизм, механизм, да, где есть люди ответственные, которые отвечают за то, где должны быть ветераны во время прохождения, на каком стульчике они должны смотреть, да, как будет проходить парад. Есть даже ответственные за тех, кто раздает героговские ленты и гвоздики. Есть ответственные за расстановку во время прохождения. Кадеты сегодня. Барабаны закупили. У нас барабанщики будут в этом году во время парада. Это же репетиции. Ну, весь год, я думаю, что. Ну, как зима, с января, как все вышли...